Я представитель вашего предка и бога Сварага и моя команда, которая представляет традицию рода, славу, могущество, величие и достоинство предков. Я и мои соратники пришли, чтобы поведать вам то, что является причиной вашего пребывания на Земле, ваших целей и задачей, и поведать о некоторых тайнах и задачах рода, которые являются едины во всех планетах, раскинутых за пределами материнской галактики. Я являюсь старшим и частично присутствую на уровне сознания в данной области для передачи данной информации. Все остальные свидетели и участники будут только помогать, но непосредственно не будут участвовать в диалоге. Мы являемся частью сознания тех, кого вы называли богами или предками. Наши сущности полностью не находятся здесь, мы лишь отображаем часть нашего существа. В той мере и количестве, которое достаточно, чтобы поведать вам то, о чем вы спрашиваете, и что можно сейчас вам передать на уровне слов и энергии. Все, что будет транслироваться на уровне энергии, может быть частично на уровне энергии, на уровне информации, передано каждому, кто прослушивает запись или воспринимает информацию, полученную на уровне текста. Текст не должен искажаться, за исключением орфографической обработки и понетических знаков препинания. Моё имя не будет названо, поскольку я являюсь частью сознания, поскольку у вашего предка, кого вы называете Сварага, существуют помощники, то есть части сознания, которые могут уделяться от общего сознания и выполнять работу на любой территории, в любой части космоса, где доступно существование части сознания. Любое существо, обретающее качество божественности, может делить своё сознание и находиться в любой другой части существующей Вселенной, и передавать то качество, количество и причину, которые доступны для реализации в той или иной части пространства. Таких частей сознания существует большое множество, и перемещаются они тогда, когда совершается попытка восстановить связь с каналом с источников предков по поводу получения информации, помощи, либо какого-либо другого влияния, которое связано с интересами рода. Можете ко мне непосредственно обращаться как к Сварагу, либо как к представителю, это не имеет значения. Кто-то, кто из вас раскрыл свои способности, качества, интуицию, будет чувствовать то, что идёт через меня, что за мной стоит и чем я являюсь. Моё имя связано с одним из ваших богов, старших богов, которого вы называете Сварагом, то есть самое старое имя, и оно несёт все функции и качества, которые необходимы для связи. Не нужно каких-либо дополнительных форм почительности либо поклонения. Как приняты наши традиции, род от рода все едины. Я вас приветствую с лица рода и готов передать вам то, о чём вы просите. Здравствуйте. Как первоначально именовался народ, который со времён князя Святослава называют славяновым? Народ был единым, но было несколько разных линий. Не все из славянских групп линий прилетели на Землю. Только четыре рода, жившие прежде на разных планетах, но являющиеся единым народом и поддерживая всю тесную связь как на духовном, так и на физическом уровне между собой. Только четыре рода прилетели на Землю и остались здесь, как это было задумано прежде. Родов на самом деле существует больше. Дело в том, что в каждой из того, что вы называете кастой, существуют ещё свои отдельные подгруппы. И они имеют собственные имена и собственное назначение. Как правило, об этом не упоминается, поскольку это нужно только тем, кто непосредственно с этим связан. Мы не только купцы, воины, священники и ремесленники. Мы нечто большее. Род не предназначен только для того, чтобы что-то сделать в этом мире. Цель рода — чтобы изменить саму причину, саму суть и сделать из рода нечто большее, чем он был прежде. Как всякая система стремится выйти на новый уровень и преобразить данность в нечто более совершенное и более осмысленное, так и род стремится выйти в новое качество, в новое значение, используя опыт дух и стремление предков, и наше истинное желание изменить то в нас, что ещё несовершенно. Что касается родов, пришедших на Землю, четыре из них обладали качествами, необходимыми для выживания на данной планете и преобразованию ту форму, которая доступна для любых форм эволюции, и способна дать те качества, которые необходимы для преобразования Земли и всех живущих на Земле. Мы совершили ошибку и смешали на Земле разные расы, то есть дали возможность им жить вместе. Это был эксперимент, но этот эксперимент был неудачный и очень опасный. Причиной этого эксперимента нам нужно было узнать, как в экстремальной ситуации поведут себя члены рода и к чему это может привести. Частота рода также важна, как частота продукта или частота энергии, которую вы воспринимаете и вырабатываете. Потенциальная опасность существует всегда, особенно тогда, когда вы удалены от материнской галактики, от того места, где мы существуем вместе, нас много и наши силы велика. Было послано четыре ветви рода, каждый из которых выполняет функцию, необходимую для выживания. Но в отличие от всех остальных мест, мы не вмешивались в процессы и приходили только изредка, помогая переселенцам обустроиться на Земле. По своим качествам и возможностям Земля превосходит многие планеты, и даже многие из материнских галактик не обладают планетами такого качества. Это связано с уникальным расположением Земли в данной части пространства. Это случается тогда, когда пересекаются некоторые разные Вселенные, и на их пересечении создаются особые качества. Перемещение планет в данном случае не имеет смысла, хотя такой технологией мы тоже занимались. Некоторые планеты были изменены и преобразованы в тот момент, когда мы пришли и расселяли расу на этой планете. Всё, что вам известно про расы, то есть про четыре вида, четыре группы, которые выполняли каждую функцию и были оставлены на Земле, и в качестве эксперимента, и в качестве, естественно, генетического отбора, всё является правдой, но особенно принципиально добавить в это нечего. Четыре группы — священники, воины, купцы и ремесленники — выполняли все необходимые функции, чтобы создать цивилизацию, создать поселение рода и поддерживать её в нужном состоянии. Каждый род занимался только своим делом. И пока каждый выполнял свою задачу, исходя из традиций рода и задач, поставленной на планете Земля, больших проблем не было. Даже в момент, когда в вашу эволюцию вмешались чёрные цивилизации фразистического происхождения, пока каждая из касс поддерживала свои функции, выполняла их полностью и не отходила от главных законов рода, проблем не было. Но в определённый момент были найдены слабые места в практике проявления задачи рода, и на эти слабые места было оказано давление. Мы понесли большие потери, но мы получили очень ценный опыт. То, что произошло на Земле, уже не будет повторяться на других планетах. Мы учли этот опыт. Важность в разделении каст или родовых линий заключается в том, что каждый должен выполнять ту работу, которая соответствует различию качеству и типу его личности и сущности. Войн рождается воином постоянно, пока не перейдёт в другое качество. Переход в другие касты возможен, более простые касты возможен, но это, как правило, приводит к тому, что воин начинает вносить в задачи касты новые проявления. То есть он является лучшим из тех, кто выполняет задачи данной линии и приносит то преобразование, которого прежде не было. Но потом сущность в следующем воплощении возвращается снова в свою линию и выполняются те же задачи. Ну, например, ремесленники, те, кто создавали на физическом плане объекты, поддерживали её существование и создавали все те инструменты, необходимые для реализации жизненных интересов, обладали определёнными качествами и также воплощались в этой группе, пока не набирали до уровня качества, когда полученный опыт в данной области был выше того, но чтобы даже оставаться старшим в своём роду в своей линии. Я не хочу сказать, что кто-то лучше кого-то, а кто-то хуже. Просто на каждом уровне развития и при каждом формировании и качестве личности наиболее целесообразно выполнять определённые задачи и реализовывать их в окружающем мире. Неправильно пытаться ждать от человека отличность чего-то большего, чем он способен на своём уровне развития. И правильно же стимулировать то, что в нём есть, чтобы довести это до наиболее высокого уровня. Поэтому были созданы касты или родовые линии, и их реализация была узконаправленная и поддерживалась данной традицией настолько твёрдо и теленаправленно, насколько это было возможно. Священники не были просто теми, кто нёс знания, они выполняли и некоторые другие функции. Но основная их работа и основное проявление существовало именно в той области, для которой они были предназначены. Это умение хранить знания, передавать знания и присматривать за всеми остальными родовыми линиями, чтобы они не рушали законы. В войнах всех охраняли и поддерживали равновесие на уровне силы. Но фактически они очень плотно контактировали. Когда начиналась война, их слияние, их взаимодействие с линией волхвов, с линией священников было настолько плотно, что фактически они являлись одним целым. Поскольку на уровне состояния войны и тяжёлых ситуаций некоторые функции разных каст перемешиваются. Например, касты купцов, которые также необходимы для рода, как и все остальные, поскольку она выполняет те функции, которые необходимы для существования и взаимодействия всех групп, например, в состоянии войны, также меняла некоторые свои назначения, являлась проводниками и посредниками при передаче определённых функций и определённой информации между кастами или родовыми линиями. И в случае опасности, сложной ситуации, также выполняла ту функцию, которую могли выполнить все остальные. То есть использовались боевые технологии, боролось оружие, либо выполнялись функции, связанные с обслуживанием армии, либо каких-то важных деталей его использования или проявления. Священники, в отличие от всех остальных, практически никогда не брались непосредственно за оружие, за исключением тех ситуаций, когда это была критическая ситуация, поскольку функция защиты существует не только на физическом уровне, но и ещё на тонких психических. И поддерживать эту ситуацию на этом уровне они умели намного лучше, чем все остальные. Объединившись в своих намерениях, каждый строил на планете то, что мог делать лучше всего. Когда сущность перерастала определённые качества, она могла переходить из одной линии рода в другую. Возвращение обратно или в другие происходило только тогда, когда нужно было внести другую касту в другую линию. Те изменения, которые было сложно произвести внутри самой линии. Это не частый случай, но такие происходили. Эти люди по их внешним проявлениям и по тому отпечатку, который они оставляли в цивилизации своего рода, заметно отличались от всех остальных. Четыре группы, четыре линии выполняли все те качества и свойства задачи, которые были необходимы роду. Эксперимент на Земле был связан ещё с той ситуацией, когда вмешательство в интересы рода может происходить не только на уровне немного непосредственно паразитических сил, но и на уровне других цивилизаций, с которыми мы никогда не перемешивались, поскольку любое смешение разных групп, разных цивилизаций, генетики приводит к уничтожению тех качеств, которые нарабатываются миллионами лет, и подобная кристаллизация является дорогостоящей ценной функцией для рода. А как показал опыт на Земле, лишь есть единицы из других рас, которые способны влиться в род и принести роду какую-то пользу. Эксперимент на Земле никогда больше не будет повторяться. Мы получили ошибки и кристаллизовали опыт. Вам следует придерживаться тех задач касты, задач рода, которые существуют в вашем духе, в вашем душе, и не размениваться на меньшее, даже тяжелые ситуации. Если вы начинаете выполнять то, что не соответствует интересам вашей души, вы не сможете сделать то для рода, что необходимо для чего вы родились в той или иной группе. В ваше теперешнее время случаются ситуации, когда представитель одного каста или рода рождается в семье другого. Это для него возможность изменить что-то в этой линии, либо, получив определенный минимально необходимый опыт, вернуться и выполнять задачи своей линии. Вы живете в ту эпоху, когда были нарушены законы и правила жизни рода, и нарушаются очень многие важные законы. Самый важный закон — это закон переноса информации, либо то, что вы называете телегонией. Для понятия рода это очень важно, поскольку сбор информации на генетических уровнях должен происходить только с тех точек, с тех элементов, которые соответствуют природе человека и минимально опасны для реализации каких-либо задач. Всё то, что получают молодые люди, меняя партнёров, можно получить с одного партнёра, правильный его выбор. Те задачи раньше выполняли жрецы, правильно выполняя ритуал и создавая правильный уровень резонанса между людьми. С потерей традиций, интересы и задачи линий были нарушены, и это привело к той ситуации, что каждый выполняет ту работу, которую может, а не ту, для которой он предназначен. Привело к тому, что те, кто не в состоянии выполнять, например, работу воинов или работу священников, начинают делать то, что они не могут. И это приводит к большим проблемам. Это рождает представителя этих линий, кто-то взял на себя эту работу, неизменные качества. Они превращаются в воров, в мошенников и не выполняют свои функции, а пытаются удержать тот ресурс, который получают представители этих каст, этих линий, если правильно выполняют свою работу. Все представители родов, все представители линий могут жить достаточно достойно и представлять своё собственное величие, величие рода, выполняя свои возможности. И совсем неправильно пытаться поставить представителя одной касты, одной линии на место другой. Это не приводит к каким-то хорошим результатам в заключение того случая, когда лучший из касты занимает место другой касты в той ситуации, когда его некому занять другому. Естественно, он будет представителем. Когда будут восстанавливаться ваши законы рода, это первые вещи, которые нужно будет реализовать в самую первую очередь и произвести чистку на всех уровнях детально, вплоть до каждого человека. Ни один человек, не соответствующий по своим возможностям и качествам, способностям, при выполнении этой функции не должен занимать то место, для которого он не предназначен, поскольку это ведёт к развращению человека и деградации его личности и сущности. Способен вести за собой людей должен обладать определёнными способностями, иметь силу духа, крепость здоровья тела и умение не перерасходовать ресурсы, выполняя свои задачи. Только представитель той или иной расы может выполнять функции той или иной линии, не разрушая что-то, либо не принося хаос в общую систему. Исключение составляет только в критических ситуациях, например, в случае войны. Вторая задача каждой из каст — правильно выбирать детей, рождающихся в тех или иных семьях, и правильно их ориентировать, поскольку на момент рождения все дети рассматриваются равными и обучаются, и настраиваются на одни и те же вещи. В каждом роду, в каждой линии есть свои задачи и свои возможности, свои особенности. Детей нужно обязательно с самого рождения определять, фильтровать и направлять и обучать в той линии, которая соответствует его состоянию сознания и качеству его души. Это когда вы копаете землю и находите в земле разные вещи, вы используете согласно их назначению. Если это драгоценный камень, у вас для него есть определенное место. Если это грунт, то он занимает там место на дороге. Если это земля, то на ней сажаются растения. Если это вода, то строится колодец. И у каждого качества есть свое направление. И попытка что-то менять никогда не приводит ни к чему хорошему. Вторая важная задача, когда вы снова начнете жить по законам Рита, по законам рода. Само по себе это распределение в естественной форме приводит к тому, что восстанавливаются все те естественные человеческие качества, человеческие законы, которые существуют для того, чтобы род жил достойно и целенаправленно. Что касается существования самих четырех родов, то некоторые представители из тех или иных линий серьезно деградировали. И поэтому многие функции фактически не выполняются. А места и задачи некоторых родов сейчас практически не выполняются. Их место занимают те, кто не способен даже понять сути назначения родовых линий и качество задач каста. Когда производится такая чистка, такое перевоспределение, нужно быть принципиально целенаправленным и жестким в своем выборе. Есть те вещи, которые нельзя смешивать. Как не смешиваются две несовместимые вещи, так и не смешиваются две одновременно невыполнимые задачи. Все четыре линии рода могут быть разделены на некоторые подгруппы. Но это существует тогда, когда цивилизация уже сильно развита, и в каждой из линий, в каждом из родов существует разного уровня, разной сложности, обязанности, которые могут распределяться между представителями, линии представителями рода, исходя из их возможностей. Как существует всегда старший воин и существует младший. И это касается священников, ремесленников или купцов. Это нормальное проявление. Даже в каждой линии существует разная способность у каждого представителя. Я лично, и мы, как все присутствующие, не можем принести ничего нового, касающегося названия и обязанностей. Каждый из линий, с исключением тех небольших особенностей, которые можно рассказать, если вас это интересует, и это будет касаться вашей вопроса. Поскольку общее понимание в данных источниках, которые уже у вас существуют, уже в принципе есть. Я хочу лишь добавить, что те из представителей родов линий, которые достигают совершенства, которые можно назвать надпланетарными, перестают быть представителями просто той или иной линии, а становятся надпланетарными представителями. То есть они не выполняют задачи линий на какой-либо планете, а выполняют задачи в некой отдельной группе, которая курирует планеты и цивилизации и вносит те особые знания, которые овладел тот или иной представитель, та или иная сущность, достигая качества эволюции на той или иной планете. Существуют определённые группы, которые путешествуют между славянскими цивилизациями, цивилизациями рода, и передают знания, достигнутые той или иной цивилизацией. Это особая группа, и про неё сейчас не имеет смысла много говорить, поскольку сейчас на Земле её присутствие нужно быть только тогда, когда вы наведёте порядок. То есть материнские цивилизации достигли уже много своих технологий по сравнению с тем, что было тогда, когда представители рода пришли на Землю. Я хочу сказать, что не все, которые пришли, остались на Земле. Многие ушли, и многие из тех знаний, которые были у вас прежде, были сохранены в других планетах, куда переселялись члены нашего рода. Сейчас в представителях вашего рода практически не сохранено ничего, и поэтому большую часть информации придётся восстановлять заново. Что касается культуры, понимания мира и отношения к себе самим и другим народам. Есть планеты, куда уже можно переселить представители других рас. Многие из них считают, что Земля — их родина. Но если глубоко анализировать, то по своим качествам не только сами славяне, но и цивилизации других континентов не соответствуют тем материкам и тем местам, где они живут. Самое худшее было в том, что в определённый момент это смешание рас было бездумно, и никто не отслеживал ту ситуацию, к чему приводит смешение. Когда только придёт время, мы переселим представителей всех разных, всех до единого, за исключением тех, кто уже не является представителем той или иной расы, а является надпланетарным сознанием. И в некоторых расах такие люди уже есть. То есть их не очень много, но они существуют, и к ним особое отношение. За этим исключением расы будут снова переселены на отдельные планеты, и эксперимент больше не будет продолжаться, поскольку ничего полезного, ничего важного для рода не было получено с этих экспериментов. Ничего лучшего нельзя получить, смешивать несовместимые вещи. Полученный иногда на данный момент опыт, он уже исчерпывающий. Всё, что вы можете получить для своего совершенствования, существует внутри рода, и внутри рода может быть доведено до того уровня, до того качества, которое необходимо вам для выживания и самосовершенства. Самосовершенствование и совершенствование рода в целом. Это всё по вопросу, если вы не хотите знать что-то конкретное. Субтитры создавал DimaTorzok